Визит Эрдогана в США под угрозой, проклятие сирийской крови и геннадзий Дармин преследует турецкого лидера, Алярам, Египет. Сиет Абдель Маджид. Алярам, Египет. 6 ноября 2019 года. Поставка второй партии российских систем противоракетной обороны С-400 в Турцию может быть отложена сверх запланированного на 2020 год. Под графикой за переговоров по деталям передачи технологий и налаживанию совместного производства, сообщил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Тем не менее, в прошлую пятницу генеральный директор компании Рособоронэкспорт Александр Михеев заявил, что Россия досрочно завершила поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, что подтвердило турецкое правительство во главе с президентом Реджепом Таипом Эрдоганом. В последнее время Эрдоган говорил, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 будут развернуты не позднее апреля 2020 года, но, по мнению экспертов, нынешние разговоры о поставках российского вооружения необходимы просто для привлечения внимания. Кроме того, турецкий лидер неоднократно заявлял, что вопрос о поставках российских систем противоракетной обороны С-400 не должен сказываться негативно на турецко-американских отношениях, но, похоже, что они уже и так давно испорчены. В ответ на прекращение Вашингтоном плановой подготовки турецких военных пилотов в рамках программы по пилотированию F-35 высокопоставленные чиновники в Анкаре заявили, что согласовали с Москвой возможность приобретения российских истребителей. Тем не менее, глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в интервью телеканалу НТВ подчеркнул, что Россия предложила Турции приобрести свои истребители, но турецкая сторона пока просто оценивает это предложение. По его словам, решение о приобретении российских истребителей будет принято после всестороннего анализа, включая изучение финансовых, технических и стратегических аспектов. Турецкий чиновник добавил, что пока нельзя говорить о том, что РФ-35 закончилась и началась РСУ-35. Его слова свидетельствуют о том, что давление американцев принесло свои плоды, и теперь Турция пытается дать задний ход. Несколько дней назад стало известно об американских угрозах наложить санкции на Турцию в соответствии с законом о противодействии противникам Америки посредством санкций. Если турецкое руководство не откажется от поставок С-400, к сожалению, это не единственная проблема, усугубляющая турецко-американские отношения. В октябре Турция начала военную операцию на севере Сирии, которая была подвергнута осуждению со стороны Конгресса США, а в начале ноября Палата представителей США проголосовала за резолюцию о признании массовых убийств. Армин в 1915 году актом геноцида и потребовала сурового наказания для наследника Османской империи, чьи руки запятнаны кровью полутора миллионов армин. Турецкие чиновники объявили, что визит Эрдогана в Вашингтон, запланированный на 13 ноября, может быть отменен, а на прошлой неделе президент Турции заявил, что голосование в Палате представителей поставило под сомнение его визит в США и встречу с Трампом. Хотя он на нее очень рассчитывал, следует напомнить, что до того, как отношения между двумя странами достигли точки невозврата, США рассматривали Турцию как транзитную страну для иностранных боевиков-террористов, желающих присоединиться к ИГИЛ, запрещена в РФ, примечание редакторов. Об этом говорится в докладе Госдепартамента США о террористической активности в мире за 2018 год, который вызвал гнев Анкары. Турецкие власти были возмущены тем фактом, что в докладе курдские бойцы были названы ответвлением РПК в Сирии, а не частью рабочей партии Курдистана, которая признана Турцией террористической организацией. Кроме того, американцы назвали идейного вдохновителя движения религиозным проповедником в изгнании, а само движение отказались признавать террористической организацией. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.